Подвели итоги и назвали имена лучших представителей СМИ города. В Магнитогорске наградили победителей 17-го журналистского конкурса «Город и мы», в их числе и сотрудники телекомпании ТВИН. Подробнее далее. Конкурс «Город и мы» давно стал традиционным и проводится в 17-й раз. Каждый год он объединяет вместе практически всю журналистскую брачу. Его участниками становятся представители городских телекомпаний, газет, сетевых изданий, те, кто всегда находятся в гуще событий, освещают самые актуальные новости. Я считаю, пресса – это очень важное направление деятельности, СМИ. Это, собственно говоря, та сфера нашего общества, которая, наверное, на сегодня одна из наиболее важных и значимых величин. И оценка высокая дается не только мной, вас ценят и в Челябинской области, я знаю, и федеральные средства тоже знают о нас, о том, что вы готовите, что вы подаете. Ну и самое главное, ценитель, наверное, это все-таки, опять же, наши жители. В этот раз на конкурс заявились более 40 авторов и творческих коллективов, всего более 80 материалов. Перед жюри стояла непростая задача – выбрать лучшие работы в различных номинациях. Победители определены в номинации «Общество и власть» за программу «Большая перемена». Победителем стал известный журналист Игорь Гурьянов. В этом году он празднует три знаменательные даты – 15 лет работы в ТВИН, 30 лет в профессии и собственный юбилей – 55 лет. Я считаю, что вот эта номинация «Общество и власть» – она основная, потому что мы журналисты, мы в известном смысле сталкеры, проводники, мы делаем решения о власти понятными и доступными. Мы не врём и не говорим правду, мы делаем эту правду. Но правдой все наши репортажи, безусловной правдой, станут, ну, лет через 20. Историки подтвердят, да, Славя Аркадьевич, куда мы лезем за источниками информации? А что в архивы? А что в архивы? Газеты и видеозаписи. Как всегда, сотрудники телекомпании ТВИН получили «Россыпь наград». Лучшим телеведущим стала Ольга Аникина. За лучший репортаж среди телевизионщиков наградили Пабло Берсенева. Юлию Черешневу отметили в номинации «Культура». Александр Бондаренко за лучший информационный проект «Люди стальной столицы». Также высоко оценили операторскую работу Вячеслава и Владислава Гусевых. В числе победителей корреспондент Дина Наумова. Ее материал «Стальные игры ММК» стал лучшим в номинации «Здоровый образ жизни». До этого не получалось все время присутствовать. Время приходилось уезжать на съемки. Так как у нас работа, поэтому сегодня действительно мне очень приятно в торжественной обстановке получить награды. И главное признание нашей работы, нашей коллективной работы. Это корреспондент, операторы, монтажеры. Очень здорово, что все подошли с энтузиазмом к этому. Ну и соответственно, когда ты понимаешь, что тебе самому интересен материал, который ты сделал, тогда ты понимаешь, что, наверное, все было не зря. Все было здорово. Также на награждении присутствовали представители масштабного проекта «Притяжение». Они поблагодарили телекомпанию ТВИН за профессионализм и оперативное освещение событий, связанных с развитием городской среды нового качества. Особенно отметили работу продюсера Татьяны Калининой. Я хочу поблагодарить наше профессиональное сообщество, потому что в нашей медийной сфере немногие могут работать, деньги невеликие, труд иной раз довольно тяжелый. Берегите себя, будьте счастливы. И помните, что мы элемент, структура организации общества. Все победители получили дипломы и ценные подарки. Журналистика в Магнитогорске есть. Что телевизионная, что пишущая. И молодые есть, и опытные кадры. И что важно, что в нашем городе есть о чем и о ком писать. Есть предприятия и организации, конечно же, металлургический комбинат, о котором написано больше всего материалов. Есть иные организации. И очень много людей, достойных пера журналистов и ваших телекамер. Ольга Аникина, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.